Приветствую вас, дорогие мои зрители! Я решила сегодня с вами встретиться и немного поговорить. Давно не виделись. Я сейчас собираюсь к врачу, расскажу вкратце, как это все было с вирусом. Я думаю, что это мало кому интересно, поэтому два слова буквально. Я заболела в начале месяца. У меня поднялась температура. Почему-то я решила, что это я просто устала. Не знаю почему. У меня было такое ощущение. Я померила, у меня было 38, 2 или 1. И я заподозрила, что у меня вирус, потому что ребенок моего мужа как раз недавно пришел на нашу неделю. И у него оказалась корона. У него был положительный тест. И поскольку я с ним общалась, ничего об этом не зная, то я заразилась. Причем он заболел в воскресенье, а у меня появились симптомы в четверг. И при этом он заразил свою маму перед этим. И когда пришел к нам, заразил меня. Моего мужа это не коснулось, к счастью. У него сильный иммунитет. А меня коснулось, но, слава богу, в легкой форме. Как это было? Два дня температура 38-38,2. Я ее сбивала парасетамолом. И немного, один день был кашель. Хотя сейчас он немножко остается, какой-то такой налет кашля. Хотя это вроде как и не кашель, но что-то такое есть отголосок какой-то. И полдня болела голова. То есть симптомы оказались не плохие, не страшные. Единственное, что очень упало давление. Прямо было 87. Я как-то встала, думаю, что со мной не так? Почему у меня такое состояние? Померила, у меня было 87, температура. И я поняла, да, что-то здесь нечисто. Ну, слава богу, все позади. Сегодня схожу к врачу. Записалась. Неизвестно, правда, зачем. Мне все говорят, что сходи, сходи. Но зачем я иду к нему, совершенно никому неизвестно. Но я решила обратиться. Возможно, он пропишет какой-то курс витаминов для подкрепления. Хотя сейчас и давление у меня нормализовалось. И, в принципе, я чувствую себя нормально. Нормально себя чувствую. Вот. И хочу вам рассказать еще по поводу того, что обещала. По поводу работы на собеседование, которое я ходила, новостей никаких абсолютно нет. Уже прошло времени, да, сколько? Уже почти три недели, я думаю, что новости не появятся. Хотя у меня в моем резюме написано, что в процессе размышлений. То есть, возможно, они еще никого не взяли. Возможно, думают. Возможно, позвонят. Но почему-то у меня такое подозрение, что если в течение недели не позвонили, то, скорее всего, уже не позвонят. Но я не могу сказать, что я прям сильно расстроилась. Мне было интересно попробовать. Но я буду пробовать еще, еще, еще. Вот сейчас я немножко оклемаюсь. И опять, кстати, сегодня уже начала смотреть новые вакансии. Вот. И как бы я от этой идеи не отказываюсь. Сейчас я хочу показать вам немножко красивого Леона. Здравствуйте, дорогие мои зрители. У нас сегодня жара и ветер. Поеду по делам. Заодно что-нибудь для вас сниму интересное. Солнце яркое. Очень-очень тепло. И такой горячий, можно сказать, ветер. И это уже 17 октября. После- examining ночи, что-то вбейли corps-юф- адрес. Пока-па. Продолжение следует. Солнце яркое. UN Laborалькоеcier И, по-регатинями. Ну, обязательно обязательно поднимайся эту штуку. Солнце ярко. А вот этот храм находится на реставрации. Да, я хотела как раз туда зайти сегодня, специально к нему ехала и не подумала даже, что это шикарная рука. Видите, на берегу швакурованы такие яхты, и они не только рестораны, в том числе и квартиры, и отели. И многие французы, обеспеченные, любят иметь такую квартирку, чтобы иногда там жить. И многие имеют одну единственную квартиру именно на яхте. Они очень дорогие. И я знаю, что первый шар, он тоже имеет такую квартиру на берегу реки Сена. Это стрип-клуб. Рекламируются танцы на столе и так далее для взрослых развлечений. И вот такая яхта, ресторан. Видите, люди уже сидят, ждут, когда их отслужат официанты. Санта-Легрина. Грузовичок с рекламой воды известной. Очень симпатичные эти ресторанчики. Романтично поужинать или пообедать на берегу. На берегу Роны. Отряд голубей ожидают своей дозы крошек. Ну вот, видите, отдыхают, читают, рисуют. Еще раз повторюсь, что сегодня очень тепло. По-моему, 25. Видите, даже люди в майках и... Все поголовно снимают свою верхнюю одежду, плащи. Я вышла в лейзере и сожалею, потому что это сильно жарковато. Хотя листья уже сухие и падают. Не успевая пожелтеть. Ну, Леон, он такой город, в нем вечно сушь. Поэтому я заметила, что здесь частенько листья опадают. Просто засыхая. Такой золотой осенью я здесь не особо наблюдала, сколько я здесь уже живу. Но как-то вот такого золота именно в Афрации не так много встречается. Видите, там крыша оперного театра. И каждый мост имеет свою историю. Присела отдохнув на детской площадке. Сегодня детей здесь нет. И только взрослые сидят, кофеек попивают. И голуби. И сухие листья, конечно. Непременный атрибут французской осени. Ну вот, небольшое сегодня такое видео. Я собираюсь в ближайшее время снять еще. У меня много всевозможных накопилось тем. В том числе обязательно будет мода. Обязательно будут примерки. Обязательно будут новости Франции. И, конечно же, моя жизнь. Моя жизнь, моя повседневная жизнь. Кстати, я заквасила капусту. Можете себе представить. Я никогда в жизни ее не делала. Никогда. Мы всегда покупали в Минске капусту. Но поскольку здесь с этим проблема, я решила ее заквасить. Стоит третий день. Возможно, из этого ничего не получится. Потому что, по-моему, я ее пересолила. Как-то на глаз бухнула соли. И теперь я чувствую, что она очень-очень соленая. И как-то ее мало. Ну, посмотрим. Первый блинком. В следующий раз буду делать без ошибок. По крайней мере, я уже знаю все нюансы. А почему капуста? Ну, потому что после вообще всевозможных болезней квашеная капуста очень полезна. Она полна витамина С. Она очень способствует выздоровлению, восстановлению микрофлоры. И, в общем, хорошее это дело. А здесь она продается только в русском магазине. И пока до нее доедешь, пока ее найдешь, еще не всегда угадаешь, какая из них хорошая, какая из них вкусная, какая нет. Поэтому я решила заняться домашними заготовками. Ну, это, конечно, громко сказано. На самом деле, это капля в море из того, что я могу сделать. Но вот решила. И мы еще с мужем решили поехать на сельхозработы. Это очень интересное дело. Это мы услышали такую информацию. Нас пригласили друзья поехать вместе с ними. Это где-то в полчаса от нас езды. То есть фермеры продают свою продукцию гораздо дешевле, чем она в магазине. Но для этого нужно ее просто собрать. Предположим, там свеклу, морковь, капусту или еще что-то. Овощи, которые они предлагают данный сезон. И поэтому цена там будет очень-очень низкая. Раза в три, наверное, дешевле, чем предлагают магазины. Мы решили попробовать. Я решилась вспомнить свое студенчество, когда мы ездили на картошку. И подхватила с радостью эту идею. Поэтому буду для вас снимать это тоже. И делитесь моими видео со всеми своими знакомыми. Я вижу, что количество моих подписчиков растет. И несмотря на то, что меня давно не было на канале, я очень всем рада. Если вас будет еще больше, я буду просто счастлива. Всем до новых встреч, новых видео. Всем пока. Пока-пока-пока.